Приветствую вас, Виктора. Знаете, вот вроде бы вы пишете, что понимаете проблему свою, что она у вас глубоко, и что беда как бы у вас, но при этом вы, как бы, во-первых, не задаете никакого вопроса, во-вторых, вы не обращаетесь напрямую к психологу, да, к специалисту, именно напрямую не обращаетесь, то есть вы задаете общий вопрос, вот, хотя сами же говорите, что... что вот мне нужно, да, что у меня проблемы серьезные. И, наверное, вы понимаете, что общим ответом без взаимодействия с вами, без беседы с вами, без работы с вами, в том числе ваша собственная работа над собой, ничего изменить не получится здесь, это просто ответ, вот. Поэтому не совсем понятен смысл вашего вопроса, но, тем не менее, вы боитесь любви. Отталкиваете вы любовь, может, людей, которые в вас влюбляют. Ну, давайте будем исходить из того, что вы считаете, судя по всему себе, недостойны любви. Такая мысль мне пришла в голову, когда я читал ваш текст. Не могу точно сказать, не скажу точно, почему мне пришла в голову именно такая мысль. Вот, вполне вероятно, что я не прав, говоря это. Вот, но, тем не менее, мне кажется, что проблема в этом. То есть, что вы считаете, что недостойны любви, и, ну, там, по сути, вы пытаетесь как-то вот доказать, да, человеку, который условно вас любит, что на самом-то деле любви вы недостойны. И важно, наверное, здесь вам постараться увидеть, так ли это или нет. То есть, всего вы боитесь? Боитесь ли вы, например, того, что человек вас бросит? Ну, то есть, вот вы вступите в отношения, нажмите в отношениях, ну, как бы, поверьте человеку, да, будете на него, например, полагаться, а он бросит вас. Вот это страх, страх быть брошен. Это вот такое, может быть, нежелание находиться в отношениях как раз для, э, из-за. Из-за того, что есть какой-то вот страх, что это закончится. Может быть, вы боитесь потерять свободу? Вот, ну, то есть, вам кажется, что если вот будет любовь, да, ну, если вы позволите человеку вас любить, да, то он... Вы потеряете какую-то часть свободу. А страх потерять свободу мне понятен. И это, ну, как-то вот, вполне закономерно, бояться этого, если есть какие-то вот, ну, сложности с личными границами, например, у вас. Ну, другой вопрос, другой вопрос. Что вы, опять же, хотите с этим делать? Вот. Потому что, э, в первую очередь, ну, то есть, вот, в первом случае, если вы считаете, что кто-то недостойный любви, это одно направление. А, в втором случае, если вы боитесь, там, свободу потерять, это другое направление. Вот. Может быть, еще у вас есть, а, основание, да, может быть, еще есть основание. Для того, чтобы, ну, вот, так себя ощущать, да, для того, чтобы, ну, у вас есть основание для того, чтобы давать людям от ворот по ворот. Понимаете? То есть, ну, вот, э, все эти вещи, да, они требуют, э, конечно, э, ну, своего раскрытия. Вот, и, э, это можно сделать только в работе с вами. Понимаете? Вот, в адекватной такой работе с вами. Опять же, э, что такое ревность? Да. Вот именно ревность. А, ревность, это, наверное, больше про страх одиночества. Про, ну, ну, такой вот, про баяния одиночества. Вот. И, соответственно, это, ну, вопрос, вот, к вам, наверное, в первую очередь. А, из чего вы боитесь одиночества. Если вы, вы, вот, э, если вы, как бы, чувствуете у себя такой страх. Да, тоже очень важный, на мой взгляд, момент. А, вот. Так что, здесь, ну, в принципе, вот, то, что мы, то, что я могу сказать вам. Ваше внимание. А, может быть, у вас есть, у вас есть определенная какая-то выгода. То есть, вы, например, пытаетесь, э, человека таким образом привязать, например, к себе. Чтобы человек был, ну, вот, чтобы человек был, ну, привязан, образно говоря, к вам. Что это тоже, ну, в принципе, более чем реально, да? А, вот, ну, нужно это все учитывать обязательно. А вы, я повторюсь, да, вы, ну, пока что не, ну, не идете в этом направлении. На этом. Вот. И, на мой взгляд, это, вот, достаточно серьезная, достаточно серьезная такая трудность для вас. Вот. 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 Ну, вот, в принципе, наверное, все, что я хотел сказать вам на данный момент. Вот. Если вы хотите решить свои проблемы, то выбирайте специалиста и начинайте работать с специалистом, вот, которому доверитесь над своей проблемой. Вот. А если готовы, то подумайте над всеми, допустим, вещами, которые я озвучил, вот, и постарайтесь для себя что-то, что-то выявить. Вот. То есть, вот, я бы, я бы мог порекомендовать вам более такие истренные чувства выражать. Не те чувства, которые вы испытываете, ну, привыкли испытывать, да, а вот более, так сказать, искренние. То есть, например, не ревность, да, там, не обвинение, а, возможно, как раз таки, вот, что вы боитесь всего-то. То есть, опять же, вот, умение быть, уметь проявлять какую-то слабость, вот, если вы плохо относитесь к слабости, негативно к ней относитесь, вот, то могут быть проблемы. Ну, это то, что я могу вам сказать. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Надеюсь, что ситуация разрешит. Редактор субтитров А.Семкин